В ЦИК огласили предварительные итоги прошедших выборов. В один день казахстанцы проголосовали за депутатов Мажелиса и Маслихатов. По предварительным данным Центра избиркома, в голосовании приняли участие более 6 миллионов 366 тысяч казахстанцев, а это 54,19% от общего количества избирателей. Результат опросов Экзитпула показали, что победила на выборах, причем с огромным отрывом, партия Монат. Но, конечно, точные цифры и статистику все сегодня ждали от Центра избиркома. Буквально несколько минут назад комиссия подвела предварительные итоги. Подробнее об этом расскажет моя коллега Сауля Байгалеева. Она сейчас с нами на прямой связи. Сауля, добрый вечер. Есть какие-то корректировки? Привет, Мадина. Судя по всему, подсчет голосов и уточнение статистики заняло больше времени, чем ожидалось. Брифинг Центра избиркома переносили несколько раз. Буквально недавно он завершился. И вот предварительные итоги, которые озвучил председатель Центра избиркома Нурлан Абдиров. В Можилис прошли 6 из 7 действующих партий. Лидирует по количеству набранных голосов Аманат, набравшая 53,9%. Далее следуют партии АОЛ, Ахжол, Народная партия Казахстана, а также Республика и Общенациональная социал-демократическая партия. Не прошла 5-процентный пороговый уровень партия Байтак. За нее проголосовало 2,3% избирателей. Против всех проголосовало 248 291 человек, а это 3,9% избирателей. Впервые с 2004 года выборы проводились по смешанной избирательной системе, а процедуру регистрации политических партий упростили, снизив для них порог регистрации в 4 раза с 20 до 5 тысяч членов. Также снижен процент прохождения партии в Можилис с 7 до 5%. Не обошлось на выборах и без нарушений. О них на брифинге рассказал представитель Генеральной прокуратуры. Об этом мы расскажем в следующих выпусках новостей. Можилис с парламента 8-го созыва, в отличие от предыдущих, избирался по смешанной системе. 70% депутатов по партийным спискам, остальные 30% по одномандатным округам. Всего казахстанцы избирали 98 депутатов Можилиса, 69% по партийным спискам и 29% по одномандатным округам. У меня пока все. Мадина. Спасибо, Сауле. Итак, свыше 6,5 миллионов казахстанцев приняли участие в голосовании на выборах депутатов Можилиса и Маслихата всех уровней. Явка избирателей по завершению дня составила почти 55%. По данным проведенных экзит-пул опросов, картина сложилась следующая. Лидирует партия Аманат. За нее проголосовали более 53% избирателей. Второе место занимает партия АОЛ. За нее отдали свыше 11% голосов. Демократическая партия АКЖОЛ набрала 8,87%. Народная партия Казахстана почти 7%. За партию Республика проголосовали 8,33%. И ОСДП поддержали 5,12%. Аутсайзером гонки является партия Зеленых Байтак, набравшая всего 2,51% голосов. Таким образом, исходя из результатов экзит-пула, в состав парламента могут войти представители шести партий. По результатам выборов и опросов можно смело говорить, что в стране развивается политический плюрализм. И это очень хорошо. Казахстан в этом плане шагнул вперед по демократическому принципу. И ждем, что те обещания, которые дали партии, вышедшие вверх, будут реализовываться на практике. Ведь в предвыборных дебатах партии обещали улучшить экономическую и социальную атмосферу. Теперь время покажет.